Владислав, нашего родителя зовут Султан. У нас самая сложная часть экскурсионной программы сбор гостей. У нас сейчас будет такой весьма плотный график сбора, потому что по дырочку мы покружимся, я буду просванивать заранее гостей, но не везде есть возможность, чтобы представитель был, который вас вызывает. Что касается данного места, вот такие дома, это местные жители, которые невысотные, это 25 лет назад, это реально. Момент, потому что по времени у нас, как говорится, дай бог, все получится. И если, конечно, вы, гости, не будете опаздывать, а это очень важный момент, да, то есть встание больше, чем 100 метров. Кстати, русский ресторан, вон он слева, да, красная водичка. Сейчас мы с вами прокатим мимо нулевой точки города. Да, это такое красивое ажурное сооружение, которое уменьшено часами. Это было установлено в 1964 году, и недалеко находится торговый комплекс для Ироссия Центра. Но пока у меня будет возможность, я еще сориентирую вас по каким-то точкам, потому что все-таки у нас, говорится, обзорный тур, и, говорится, обзорно вы должны знать этот город. Да, понятно, что Дубай город не особо большой, это кажется, создается впечатление в первый момент, что это действительно большой город, территория всего Эмирата 3885 квадратных километров, не так уж и много. Вот эти часики, да, теперь смотрим влево, вот посмотрите, два здания, между ними проход. Это в большей мере информация для всех гостей, кто отдыхает вот в районе Дейра, то есть вот здесь. Или, кстати, станция метро номер 16, красная ветка, которая так и называется Дейра Сити Центр. Или вот здесь, вешу прошли, мимо этих двух зданий, по прямой, и вы выйдете к торговому комплексу Дейра Сити Центр. Вот, влево торговый комплекс Дейра Сити Центр, а вправо, вот туда, куда уходит улица Мактон, там с левой стороны находится Агасинца Москва. Итак, сейчас мы с вами направляемся, будем покидать район Дейра, мы еще здесь окажемся чуть позже, это когда мы на лодочках переберемся через Дубайскую бухту, направляемся в район, который называется Бар-Дубай. Всего три основных района в Эмирате Дубай. Бар-Дубай, район Дейра, который вот рядышком к аэропорту, Бар-Дубай, это уже противоположная сторона вот этой бухты. Действительно, как только не называют Дубайскую бухту, и река, и залив, и по-разному, да, но будем говорить Лиман, залив, это действительно пока что не река. Ведутся работы по ее продлению, и действительно еще пару лет, и, как говорится, это будет завершенный проект. Да, здесь соленая вода, поэтому вот это врезается в Дубай на 13,5 километров. Пока что, да, совсем скоро, лет пять, я думаю, и это уже будет как протоком, можно будет прокатиться на речном травматике. Район Бар-Дубай. Здесь уже более высокая аренда, поэтому, начиная с этого района, уже, как говорится, применимо то, что можно назвать наши люди в булочную, именно на такси. Кстати, обратите внимание, в Дубае не такое большое количество пешеходных зон, да, потому что действительно не забывайте особенности климата. Это зона субтропических пустынь. Если еще сейчас нормально, где-то порядка 37, то среднелетняя температура, ну, здесь плюс 45, это я так деликатно, а реально, это плюс 55, бывает запредельно. Например, в августе 2005 было плюс 63, в принципе, не проблема, да, мы же в сауне сидим и плюс сотня, и нормально. Но когда мы идем в парную, там плюс 50, и, как говорится, уже желание исчезает, да, я имею в виду находиться. Поэтому, естественно, вот искусственный полив, который в черте города практически везде, он создает вот этот вот эффект мани. Поэтому, действительно, торговые комплексы, которые в большом количестве имеются в Дубае, это не тот факт или подтверждение того момента, что люди, которые живут и работают здесь, они просто свихнулись на этих торговых комплексах. Это потому, что, действительно, скажем, если вы назначаете свидание или если у вас встреча, да, если вы где-то там, там, ну, скажете, да, вот давай третья пальма у дороги, да, вот я подойду, да, и парень подошел, а девушка, как говорится, обычная, но немножко минут на 40 задержалась, да. Субтитры сделал DimaTorzok Так, что касается вот этой станции, она является пересадочной, с красной на зеленой, на зеленую ветку, так же, как и станция Юнион. Торговый комплекс Бурджиман просто запрещен, да, это когда-то былое величие Дубая, то есть когда-то это был супер модный и супер популярный торговый комплекс, Сейчас на фоне гигантских, тех же Дубай, Муамо, The Emirates, он просто потерялся, поэтому один плюс, да, то есть, собственно, он вам особо и не нужен. А вот если вы смотрите прямо, там ближайшая станция метро впереди... Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итак, первая наша остановка в Дубайский музей, исторический. Итак, итак, проходим колодцу. Это колодец на самом деле. Итак, есть два момента. Во-первых, что касается этого района, как он называется Бар-Дубай? Знаете, ты говоришь, что бар – это действительно колодец, да, как ни крути. Да, что касается... Мы находимся в музее, как жили бедуины. Пойдем дальше. Это типа кондиционера. Так, аккуратно, пусть он взгрохнет. И пойдем. Ну вот мы уже и прошли, не решили. Это жемчуга. После музея мы сейчас будем еще на водке переправляться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Павлин ДимаTorzok 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 Вот именно сюда тянут этот пункт. Подходим к отелю Бару. Устройка идет. Всемирно известный отель. Да, надо идти там, надо идти лучше. Девушки, вон на массово остановитесь. Мальчика или вот. Хорошая же фотография. Ну вот мы в отеле Пуршальраб, который запущен в 1999 году. Сегодня 2014 год. 19 апреля. А это аквапарк, рядышком тут. Горки вот они. Такси. Камрюки тут все ездят, такси. Ну что, еще обещали нам другой вид. Пойдем в автобус. Хорошо, тепло. Пекло спало. Стройка рядом. Пойдем в автобус. Пойдем в автобус. В автобус. В автобус. В автобус. Аквапарк. В автобус. Пойдем в автобус. Беда с другой стороны. Это дубайская Евангелиец. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 который не прошел какой-то свой особый путь. Действительно, Дубай возводят по образу и подобию еще одного бывшего британского протектората. Вы помните, я вам говорил о том, что цивилизацию на эти земли принесли британцы. Это правда. Интерес британцев к этой земле был только один. Это географическое положение. Не так давно британцы владели такой гигантской колонией, которая называлась Индостан. Это территория современных государств Индия, Пакистан, Афганистан и Камбоджа. И действительно, не было тогда ни советского канала, ни воздушного сообщения. Поэтому просто по своему желанию добавляю, но она мне нравится. Также вы смотрите влево, посмотрите, видна вся инфраструктура острова. И где находятся пляжи, и как там вот те же ближайшие ветки с частной недвижимости. А что касается этого района, мы по-прежнему находимся на Искусственном острове. Что касается вот того района, который впереди, это и есть Дубай-Марина. Это район, который возводили стремительно с 2004 по 2008. Да, очень многие здания были в стадии заморозки вплоть до конца прошлого года. Здесь же вы видите самый большой жилой комплекс Дубая, который называется Джумейрабич Резидент. 42 башни, одинакового песочного цвета. Да, некоторые из этих башен гостиницы, но в основном это частное жилье. Там же находится вот тот пляж, о котором многие туристы говорят и спрашивают. Станция метро номер 37, Джумейрабич Тавер. Но если вы хотите прогуляться вот на фоне всех этих небоскребов, станция метро номер 36, Красная ветка, которая так и называется Дубай-Марина. Марина – это не женское имя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова